Высокие штрафы, тысячи фиксирующих камер на дорогах, строгие сотрудники ДПС. Все это делается для того, чтобы направить автомобилистов в рамки правил, заставить водителей строго следовать им, не превышать скорость, не пересекать сплошную, не проезжать на красный сигнал светофора и пропускать пешеходов. Более того, мы часто наблюдаем такие ситуации, когда пешеходы игнорируют и светофоры, и пешеходные переходы, и даже собственный здравый смысл. Руководствуюсь часто банальным «мне нужно, и я делаю так, как хочу». Дисциплинированные пешеходы считают приоритетным воспитание в семье, а вот нарушители оправдывают свое поведение отсутствием времени на обеспечение собственной безопасности. Прежде чем переходить дорогу, пешеход обязательно просто должен убедиться в том, что его пропускают. И если он даже на 100% уверен в своей правоте, погибать под колесами очень глупо. Причиной ДТП могут стать как неправильные действия пешехода, так и водителя. Пешеходы в основном нарушают правила дорожного движения не столько от незнания этих правил, сколько от отсутствия должной дисциплины. Почти 30% случаев наездов происходит на пешеходов в нетрезвом состоянии, когда люди теряют возможность правильно оценивать ситуацию. Одним из наиболее опасных действий детей, которые повторяют и взрослые пешеходы, является стремление как можно быстрее перебежать дорогу, так как им кажется, что чем быстрее они ее перебегут, тем скорее окажутся в безопасности. В основе таких действий лежит врожденный инстинкт от опасности спасаться бегством. И этот инстинкт остается у некоторых пешеходов на многие годы. Звуковой сигнал воспринимается человеком почти мгновенно, в 5-7 раз быстрее, чем световой, поэтому в ряде ситуаций он может сыграть важную роль в предотвращении наезда на пешехода. Наказание нарушителей – дело правоохранительных органов. А вот взаимное уважение водителя и пешехода может уменьшить число жертв на дорогах.